Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В Степанакерте падает снег, Лаврес Хераб. Знакомься с Западной Арменией, Камах. 13 января исполняется 33-я годовщина геноцида армян в Баку. 18 января на пленарном заседании Европаандрамита состоится обсуждение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали новый внеочередной доклад. Члены армянской общины города Ружавы организовали шествие против блокады в Арцахе. В Университете Калифорнии будут преподавать армянский дудук. Достойное уважение народ Арцаха, который сопротивляется мужественно и достойно. Лаврес Хераб. В Сипанакерти падает снег, бесконечные хлопья, как белые бабочки. В Сипанакерти падает снег, как мягкое покрывало лечит землю, защищая от мрачного горизонта. В Сипанакерти падает снег, о чем мечтают люди в реальном мире, которые лучше, чем перемирие в Ружесево, что так и не наступило. В Сипанакерти падает снег. Лаврес Хераб. Поселок Камах в Западной Армении в древности был крепостью под названием Ани. Упоминается также, как Берт – город-крепость. Некоторые считают, что название произошло от имени богини Анаид, культ которой был широко распространен в Армении языческого периода. С XII-XIII века крепость Ани переименовывается в Камах, которая называется Ани-Камах, чтобы отличить ее от столицы Ани. Существуют разные версии происхождения и значения названия Камах. Камах расположен на горе возле левого берега западного Ефрата в 42-44 километрах к юго-западу от города Ирзенка. В IV-I веках до н.э. Ани-Камах был центром Покор-Айка и присоединен к Великому Айку при Тигране II в 66 году до н.э. В дальнейшем это была главная крепость и центр провинции Даранах мира Великой Армении. Ани-Камах была известна как одна из знаменитых крепостей царей Арташисидов и Аршакуний. Здесь хранилась часть царских сокровищ. В Ани-Камах находилось кладбище царей Аршакуний. Сокровищница Ани-Камах была разграблена в 369 году персидскими войсками во главе с Шапухом II, вторгшимся в Армению. В XIX-XX веках Камах был обычным провинциальным поселением. В 1872-73 годах население достигло 2000 армян и турков. В начале XX века население составляло 15 тысяч человек, половину из которых составляли армяне. После геноцида 1915 года в Камах армянах не осталось. И только спустя три года 100 депортированных армян обосновали в своем родном городе. 13 января исполняется 33-е годовщина геноцида армян в Баку. В связи с этим председатель Ассамблеи армян Азербайджана Григорий Айпазян в интервью с Ларагир А.М. ответил на вопрос, сколько человек было депортировано из Азербайджана и какой имущественный ущерб был подсчитан. По официальным данным в результате погромов из Азербайджана было депортировано около 500 тысяч человек. По неофициальным данным цифра намного больше. Только из Баку депортировали 500 тысяч человек. В официальных данных упоминается 250 тысяч человек. Депортированный из Баку, Азербайджан должен компенсировать около 100 миллиардов долларов. Алиев заявляет жителям Арцаха. Те, кто не считает себя гражданином Азербайджана, может уехать из Арцаха. Дорога открыта, забыв о судьбе армянских жителей Баку. Говорив о Зангизуре, готов ли Алиев компенсировать или принять этих людей в Баку? В повестку пленарного заседания Европарламента 18 января включены срочные дебаты на тему «Гуманитарные последствия благаты Нагорного Карабаха». Об этом сообщает сайт Европейского парламента. В ходе дебатов с исполнительными органами членов Европарламента выступит с речью и проголосует по вопросу принятия срочной резолюции по этой теме. Рад членов Европарламента уже получили различные отклики на блокировку Азербайджана-Бердзорского коридора с 12 декабря и возникших последствий этого гуманитарного кризиса, в том числе в виде писем и вопросов депутатов в исполнительные органы Евросоюза. Учреждения защитников прав человека Армении и Арцаха опубликовали внеочередной доклад о гуманитарных последствиях блокировки Бердзорской дороги с обновленными данными по состоянию на 13 января 2023 года. В докладе защитники коснулись реакции международных структур, деятелей и СМИ о проблеме Бердзорской дороги, провокационных заявлений высокопоставленных чиновников, общественных деятелей Азербайджана о блокаде Бердзорской дороги, продолжающихся признаков этнической чистки со стороны высокопоставленных чиновников Азербайджана, гуманитарного кризиса, возникшего вследствие блокады, новые данные о ложной акции экоактивистов, а также контакты лиц и законно перекрывших дорогу вместе с правительством Азербайджана. В докладе также были затронуны нарушения прав на свободное передвижение населения, обеспечение уровня жизни, доступность питания, право здравоохранения, а также права детей. В различных разделах доклада нарушения прав были проанализированы в соответствии с принципами и нормами международного права человека. 12 января 2023 года члены армянской общины города Хасеке Рожавы организовали шествие против блокады Арцаха. Осуждая блокаду Арцаха, они выступили с лозунгом «Нет оккупации Арцаха, мы все Арцах». Помимо армянских союзов Дейрзора и Камышлы в шествии участвовали бойцы батальона покойного Нубара Озаняна, также члены союза армянских женщин. В ходе шествия выступили соприседатель армянского союза Камышлы Гуар Хачатурян, соприседатель армянского союза Асеке Имат Татарян и соприседатель армянского союза Рожавы Арев Касабян. В своем выступлении Гуар Хачатурян отметила, турецкое государство хочет продолжить совершенный 108 лет назад геноцид. Все дети мира отметили рождество в красивой обстановке, дети Арцаха этой возможности не имели. Мы продолжим борьбу против блокады и оккупации Арцаха. Соприседатель армянского союза Асеке Имат Татарян в своем выступлении также сообщил. Азербайджанское государство желает при содействии Турции осуществить резню армян в Арцахе. Мы, армяне, живущие во Рожаве, не признаем геноцид в Арцахе. Мы все Арцах. Соприседатель армянского союза Рожавы Арев Касабян в своем выступлении отметила. Сегодня мы собрались, чтобы осудить оккупацию Арцаха Азербайджаном. Арцах находится в блокаде. Международные организации и страны мира молчат. 108-летняя программа геноцида продолжается. Как сообщил на своей странице Facebook талантливый дудукист Эммануэль Ованисян, сегодняшнего дня в армянском отделении Калифорнийского университета Лос-Анджелеса будет действовать класс армянского дудука. Известный дудукист пишет, «Думаю, что это большое достижение не только для самого армянского инструмента дудука, но и важное достижение для всех нас. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддержал и сделал реальность этого важного события. Думаю, что дальнейшие шаги будут способствовать, чтобы армянская культура по достоинству предоставлялась в одном из важнейших университетов мира». И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыка Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!